В региональном парламенте обсудили финансирование госпрограмм соцблока на следующий год. Напомним, доходную часть бюджета на 2021 год и плановый период приняли в первом чтении. Объём доходов сформирован в размере чуть более 64 миллиардов рублей. Сейчас идёт детальное обсуждение распределения расходной части в 71 миллиард рублей. Больше 60% от общей суммы всех средств – расходы на обеспечение услуг в социальной сфере и помощь муниципалитетам. Конечно, основной вопрос – расходование средств в здравоохранении. Мы выверяем каждую цифру и пытаемся найти ещё какие-то источники финансирования для того, чтобы внести вправки. И предполагаем, какие правки предложить правительству. Это дополнительно добавить денежные средства на здравоохранение. Это как минимум 100 миллионов рублей из источника резервный фонд. Большая часть средств пойдёт на ремонт и переоснащение больницы-поликлиник. Также депутаты будут настаивать на увеличение финансирования до 1 миллиарда рублей на погашение в следующем году просроченной задолженности. Уже на сегодняшний день в программе государственной, в связи с программой Ульянской области по развитию здравоохранения 100% обеспечения лекарств льготников, региональных льготников – это впервые в истории. Есть вопросы, которые нужно будет обсуждать. Это в первую очередь строительство ФАПов, в том числе и программа развития сельских территорий, где на сегодняшний день мы считаем, что недорабатываем. Ко второму чтению бюджета по требованию парламентариев будет подготовлен подробный перечень всех видов оказания адресной помощи гражданам с указанием необходимого на это финансирование. Также заложены средства на реализацию программ «Социальные контракты. Зажиточная семья», на ремонт учреждений соцзащиты и на обеспечение питанием детей до трёх лет. «Всего на оказание всего комплекса мер социальной поддержки и средств областного бюджета определены средства в размере 5 миллиардов и 770 миллионов 113 тысяч рублей. Из них на предоставление мер социальной поддержки на условиях софинансирования с федеральным бюджетом запланировано средства в сумме 568 миллионов 776 тысяч рублей». Также будут выделены средства на развитие системы долговременного ухода за пожилыми и людьми с ограниченными возможностями здоровья. В программе развития образования основные средства направлены на ремонт школ. Все мероприятия в рамках реализации национальных проектов обеспечены финансированием на 100%, в том числе и в части организации детского отдыха и оздоровления. В следующем году на здравоохранение, соцподдержку и образование в регионе предусмотрено порядка 12 миллиардов рублей на каждую из сфер. «Мы обратили внимание на то, что в первую очередь нам необходимо завершить ремонтные работы, которые проводятся, двух-трехлетние контракты. Это поликлиника номер 5 на площади Горького, Севиярский район. У нас также вопрос – это выкуп помещения «Новая жизнь». Это более 110 миллионов рублей новый микрорайон, и там необходимо лечебное учреждение». По мнению депутатов, предусмотренных средств на полноценную реализацию всех направлений недостаточно. Ко второму учтению областного бюджета необходимо определить приоритетные направления, на которые следует учесть дополнительное финансирование. Анна Тищенко, Новости Улправды ТВ.